Добрый день, коллеги! Пожалуйста, отпишитесь, слышно ли вам, потому как у нас небольшие технические сложности. Слышно ли вам? Так, кто-то пишет. Есть ли звук? Слышно, отлично! Рада вас снова слышать. К сожалению, сегодня без камеры, но думаю, что суть наша будет не в картинках, а именно в той информации, о которой мы сегодня поговорим. Очень будет хорошо, если сегодня у нас произойдет такой небольшой интерактив, для того, чтобы я смогла ответить на те вопросы, которые вас интересуют. Естественно, первый вопрос, который, как вы все знаете, не так давно мы опубликовали новость о том, что с 1 июля возобновляется полетная программа, и с целью того, чтобы вам безопаснее было продавать наши туры, предлагать, перебронировать. Сейчас у нас с вами работы прибавилось, надеюсь, у всех так. И для этого, конечно, вы должны понимать, безопасно ли будет нашим туристам во время отдыха. Скажу сразу, что вопросы типа, как будет происходить вылет туристов из Украины, к сожалению, пока ответа у нас на этот вопрос нет. Думаю, что вы все понимаете, что зависит этот момент не от операторов, ни один оператор не выставляет свои правила для вылета туристов из Украины. Эти правила на уровне государства внедряются, поэтому пока у нас не было четких рекомендаций, как это должно быть, но я думаю, что не все так страшно, как нас пугают СМИ, и все-таки наши туристы будут с комфортом добираться на курорты. Сегодня я хочу все-таки поговорить о том, как готовы наши отели, отели компании Туи. Как вы знаете, у нас достаточно много эксклюзивных отелей, и отели Туи Групп, отели Туи Украина уже готовы к приему гостей, делают все возможное для того, чтобы наши туристы были в безопасности, для того, чтобы нам с вами не пришлось их возвращать, поэтому, естественно, все отели внедряют правила и будут работать в этом сезоне немного по измененной концепции. Ни в коем случае это не говорит о том, что не будет любимого all-inclusive, ни в коем случае не говорит это о том, что детские клубы будут закрыты, вот именно для этого сегодняшняя наша встреча, чтобы развеять те мифы и обозначить те вопросы, которые важны для наших туристов. Итак, первое, о чем хотелось бы сказать, это то, что все наши отели, без исключения, на данный момент подали документы на получение сертификата. Говорим о стандартах, да, сейчас это не только Турция, это Турция, Египет, Кипр, пока это вот самые основные три варианта, куда мы готовы отправлять наших туристов, да, ну, все-таки в ближайшем будущем это, скорее всего, Турция, дальше, то есть Турция, которая объявлена, дальше будем смотреть, и в зависимости от тех рекомендаций, которые будут от Министерства здравоохранения Украины и стран, будем информировать вас о тех изменениях, которые у нас поступают в полетной программе. На сегодняшний день все наши отели уже готовы к открытию, то есть озвучивают дату открытия. Эти даты вы можете посмотреть у нас на сайте. В новостях у нас есть такая новость «Статус отелей». Вот там мы постоянно информируем вас и вносим изменения. На сегодняшний момент должна также сказать, что в связи с тем, что стандарты работы в отелях действительно очень жесткие, и мы будем, конечно, надеяться, что все отели пройдут сертификацию, но есть опасения, что в этом сезоне будут работать, откроются в принципе не все отели. Почему так будет происходить? Первый пункт – это, естественно, загрузка отелей. Если мы говорим об очень больших отелях, например, вот сейчас у нас очень сложный вопрос стоит с отелем «Эйфория Палм-Бич», и в этом отеле у нас достаточно большой, если не сказать огромный номерной фонд. Конечно же, с теми условиями, которые выдвигаются правительства Турции и других стран, будет очень сложно открыть отель, так как для того, чтобы такой огромный отель работал, необходимо обеспечить отель большим количеством персонала, обеспечить отель большим количеством тех средств, которые обязаны быть в отелях на сегодняшний момент. И при небольшой загрузке, особенно учитывая то, что полсезона мы уже все-таки потеряли, очень сложно будет отелю на том ценовом уровне, который был забронирован, предлагался в этом сезоне, очень трудно будет отелю запуститься. Именно поэтому у нас достаточно сложно перебронировки по этому отелю на сезон 2020. Мы предлагаем переносить отель на 2021 год. Это пока единственный отель, с которым у нас есть сложность. Также хочу отметить, что есть у нас вопросы по отелю, который все никак не получается у нас запустить. Это Фанан Сан Альбатрос Пелос, который находится в Египте. По нему также могут быть вопросы, почему. Здесь уже ситуация не зависит от степени готовности отеля. Отель, в принципе, естественно, также стоял на карантине. Не могли рабочие заканчивать этот ремонт, поэтому он до сих пор продолжается, сейчас возобновлен. Но так как мы дату еще не понимаем вылетов в Египет, думаю, что в принципе во ближайшее время там закончится ремонт. По вопросу аквапарка еще вопрос открыт, так как, скажем так, там начальная стадия его строительства. И опять же еще непонятно, как с новыми правилами будет возможно использование этого аквапарка, потому отель пока также не подтверждает данный сервис. К чему я говорю это, что есть сложность. И мы сейчас на данный момент рекомендуем те заявки, которые уже попали в даты карантина, переносить не ранее октября. То есть к октябрю отель должен открыться. Опять же, не буду гарантировать, так как мы не знаем, что будет завтра-послезавтра. К сожалению, такие у нас сейчас условия работы с вами. Но при этом это более реальные даты открытия отеля. Почему мы, скорее всего, не будем запускать в летний сезон? Как вы знаете, отель делит территорию с отелем Альбатрос Пелос Резорт. И оба отеля достаточно емкие по номерному фонду. 800 номеров на два отеля. И, соответственно, при тех стандартах работы, которые выдвигаются правительством Египта в соответствии с COVID-19, необходима загрузка 25%. Эти 25% должны быть разбросаны на два отеля. Почему так происходит? Потому что в данный момент у нас общий ресторан, у нас общие бассейны, общие бары. И, в принципе, 90% инфраструктуры. 10% инфраструктуры принадлежит только нашему отелю. И Альбатрос Пелос не имеет... Да, это речь идет, извините, об Альбатросе, который в Шарм-эль-Шейхе. Поэтому по сентябрьским заведикам, смотрите, давайте так, пока Египет не открывается у нас, мы не понимаем дату, когда мы полетим, мы ничего не делаем с этими заявочками, они висят. То есть пока у нас даже нет фактического подтверждения, что отель не будет работать в летнем сезоне. То есть пока мы говорим о том, что целесообразно открывать отель в 2020 году только с октября. Почему? Потому как для того, чтобы мы хорошо открылись, нам нужно большое количество персонала. И при загрузке, да, вот если мы делим на два отеля эти 25%, то, извините, наши туристы с загрузкой отеля 12,5% будут чувствовать себя менее комфортно, чем мы это можем сделать пышно, красиво, ярко при открытии отеля уже с полноценной загрузкой. Поэтому бояться ничего не нужно. Естественно, эти заявки для нас приоритетные. Мы очень благодарны вам за то, что вы рекомендуете своим туристам этот отель. И в любом случае мы найдем выход, как сделать отдых наших туристов все-таки таким, каким они его спланировали. Это касательно Египта. Остальные наши отели – это Фанэнсан Альбатрос Акваблу, Фанэнсан Альбатрос Аквависта и Дент Найт Коннектед Трепетель Вейвс. Здесь тоже такая поправочка. То есть на сегодняшний день мы готовы подтвердить, что откроется точно Трепетель Вейвс и откроется точно Альбатрос Аквависта. Альбатрос Акваблу, скорее всего, начнет опять же работать только с октября. Опять же, почему? Потому как отель делит территорию с Альбатрос Аквависта. И здесь, собственно, нецелесообразно при небольшой загрузке отеля по новым правилам открывать еще один отель рядом стоящий. Поэтому здесь проблемы в принципе не будет. Туристы автоматически будут попадать в Альбатрос Аквависта, что, собственно, будет апгрейдом для туристов, так как именно Альбатрос Аквависта у нас пользуются абсолютно всей инфраструктурой всех трех отелей. Альбатрос Акваблу, кто не знает, напомню, пользуются только территорией Альбатрос Аквапарк, Альбатрос Акваблу и той инфраструктурой, которая есть на пляже для всех отелей. Все-таки вот те бары и инфраструктура Альбатрос Аквависта, она недоступна для других отелей, потому отель считается более высокого уровня. Это что касается Египта. То есть пока мы можем быть уверены в двух наших отелях с концепциями и немножко позже обозначу, что же мы там будем такого делать, чтобы ваши туристы чувствовали себя в безопасности. Что касается отелей в Европе, опять же, для того, чтобы вы понимали, как происходит выбор отеля, откроется он или не откроется, на сегодняшний момент у нас нет, опять же, четкого понимания, какие страны и куда летят. Если мы говорим об отелях с нашими концепциями, то также стоит здесь задуматься о том, что отели, естественно, работают только на рынок СНГ. Не летим мы, не летят наши соседи из стран СНГ, отель будет стоять пустой. При таком развитии событий, конечно же, отелю нет смысла открываться, так как для наших туристов должен быть русскоязычный персонал. Это также часть нашей концепции. И специально для десятерых туристов привозить этот персонал в отеле, это, опять же, открытие визы, есть проблема с выездом наших туристов, извините, наших граждан, то есть для того, чтобы сотрудник попал в ту же Испанию или Грецию, требуется, я так сказала бы, несколько такой многослойный маршрут, то есть пароходы, самолеты, автобусы и так далее. То есть, естественно, это, опять же, достаточно сложно, потому по европейским отелям, также сейчас пока нет у нас дат по вылетам точных в страны, мы говорим о том, что, скорее всего, концепция начнет работать только с 2021 года, но на данный момент еще ни один отель не отказался от концепции, то есть пока все работает. То есть я говорю о том, что в данном сезоне мы действительно хотим воплотить концепции, но не всегда это возможно по ряду объективных причин. И то, на что наш самый большой уровень внимания направлен, это, конечно же, Турция. Вот по Турции полный объем отелей у нас, кроме, да, вот Эйфории и Палм-Бич, о котором я немножко раньше сказала, все остальные отели пока готовы открываться, то есть они очень ждут наших туристов, и буквально сегодня обновим информацию, с 1 июля будут работать абсолютно все отели. До 1 июля есть отели, которые с 15 июня открываются, есть отели, которые с 20 июня открываются, но на дату 1 июля будут открыты все отели, кроме Эйфории и Палм-Бич, по которому у нас сейчас пока нет информации. Что касается тех мер безопасности, которые у нас будут проводиться в отелях, на нашем сайте уже доступна информация, она будет дополняться и обновляться в ближайшее время, но то, что мы уже можем сказать, это то, что наши отели уже получили требования и подтвердили их внедрение. Кроме того, каждый отель сейчас в ближайшее время, я думаю, что это вопрос недели, то есть точно до момента, когда мы полетим, у нас полностью будет вся эта информация, которую мы сможем объективно уже рассказать туристам, как себя вести, что будет, что их ожидает. Так вот, по каждому отелю будет детально расписано, где что находится, какие меры предостережения распространения вируса будут применены в конкретном отеле. На данный момент мы можем сказать вот те постулаты, которые отели не могут обойти. Эта информация есть у нас уже и на агентском сайте, и на сайте для туристов, поэтому можете пользоваться и уже показывать туристам. Но первый вопрос, который у нас всегда возникает, что же будет с туристами, которые попадают все-таки в ситуацию, когда есть заражение коронавирусом и так далее. Первое требование, которое есть во всех отелях, это обязательное наличие двух комнат для нахождения таких туристов. Некоторые отели будут отделять. При том уровне загрузки, который будет существовать в этом сезоне в отелях, достаточно несложно будет изолировать часть отеля для комфортного нахождения тех туристов, которые либо под подозрением, либо контактировали с заболевшим, и, собственно, обезопасить и остальных гостей отеля, и не чувствовать себя некомфортно, если уже такая ситуация произошла. Касательно страховок. Естественно, отель все, что от него зависит, делает, но есть момент, когда уже ситуация случается. Для этого в наших турах вы можете бронировать страховки. Уже также на нашем сайте в разделе сотрудничества вы можете найти всю информацию о страховании. У нас есть два вида страховки. Первая страховка – это страховка от невыезда. Заключается она в том, что работает как, скажем так, бонус для тех туристов, которые боятся ехать. Вот эта страховка покрывает возможность заболевания до тура. То есть туристы заболели, либо в аэропорту им померили температуру и не допустили на рейс. Вот в таких случаях при доказанном коронавирусе, при доказанных обстоятельствах, эти обстоятельства, детали вы можете ознакомиться, опять же, на нашем сайте или запросить в каждой заявочке, вам распишут все нормы и условия. Так вот, такая страховка покрывает туристам такие затраты и стержки. Второй тип страхования – это наша стандартная страховка, которая включена в каждый тур. То есть если страховку от невыезда вы можете добавлять, это касается и тех туров, которые уже забронированы, вы можете уже, с момента, когда вы начинаете бронировать, когда вы забронировали эту страховку, она уже начинает работать. И вторая страховка – это страховка медицинских рисков. То есть эта страховка покрывает у нас лечение туристов, и во время отдыха уже непосредственно она начинает работать. В чем сложность этой страховки? Обращайте внимание для тех туристов, которые хотят, чтобы все покрыто было. Будем говорить, что это все-таки такая ориентировочная информация, что не придется нашим туристам узнать, что такое коронавирус. Но все же, если, не дай бог, такая ситуация произойдет, то наши туристы получают бесплатную медицинскую помощь, но при этом нужно учитывать тот момент, что при необходимости длительного лечения, когда ваши туристы остаются на отдыхе, а-ля отдых в кавычки взяли, остаются в стороне пребывания дольше, обратный перелет при стандартной страховке они оплачивают самостоятельно. Если вы хотите, чтобы полный пакет и данные услуги были у вас покрыты страховой компанией, вам нужно бронировать страховку категории B. Она подразумевает все включено и также обеспечивает нашим туристам оплату обратного перелета. Эти условия уже расписаны на нашем сайте, как я уже сказала. Пожалуйста, читайте, доносите эту информацию туристам, потому как они сейчас дезинформированы средствами массовой информации, и многие из них, да, немножечко напуганы. Поэтому чем больше информации вы дадите, тем более вероятно, что туристы все-таки вспомнят о том, что у них есть летний сезон, и что дети хотят отдыхать, и все-таки каждому туристу нужен отдых. Касательно работы инфраструктуры в отелях, здесь также ничего кардинально страшного не происходит. All-inclusive никто не отменяет. Единственное, чем будет отличаться питание в ресторанах, это тот момент, что, во-первых, не будет открытой шведской линии. Страховка категории B, да, она дороже, вы можете ее добронировать. То есть если у вас в стандартном пакете при бронировке нового тура, вы можете ее выбрать. То есть в услугах дополнительно вы выбираете другую страховку, вам предлагают разные варианты. И если вы уже забронировали тур, конечно же, вы можете поменять категорию страховки и забронировать именно категорию B. Она незначительно дороже, однозначно дешевле, чем обратный перелет, да, обратный билет. Следующий момент – это вот питание, да, что изменится в наших ресторанах. В ресторанах появится стеклянная крышка, да, так назовем ее. То есть шведский стол, он будет напоминать буфет бесконтактный. То есть туристы не смогут самостоятельно взять еду. Возле каждого блока питания будет находиться специальный сотрудник, который будет по всем мерам безопасности выглядеть, да, то есть в перчатках обязательно, в масках. То есть это будет не страшно, но это будет гигиенично. Поэтому каждый турист получит обслуживание, но это будет более индивидуальное обслуживание. Кстати, на мой взгляд, да, вот такие вот меры, которые, к сожалению, коронавирусом вызваны в отелях, они помогут нам стать лучше. То есть каждый отель теперь будет более гигиеничен. Каждый отель станет на уровень выше по сервису, меньше туристов, больше персонала. Да, это всегда работает в пользу каждому отелю, поэтому будем надеяться, что те туристы, которые у нас в этом году летят и не поддаются панике, они получат максимально высокий уровень сервиса, и их отдых пройдет действительно безопасно. Касательно развлекательных программ, да, то есть тоже много было разговоров о том, что не будет анимации в турецких отелях, а зачем же тогда ехать в турецкие отели, если они превращаются в санаторий украинский, да, то есть такого также не будет. Вся анимационная программа, она будет работать в отелях, единственное, что она будет теперь на свежем воздухе. Касательно инвентаря, опять же, весь инвентарь, он будет обрабатываться более часто, он будет обрабатываться специальными средствами, и касательно детской инфраструктуры, здесь будет особое внимание, то есть каждый, выглядит это будет, да, вот на примере детского клуба, каждый ребенок, который попадает в руки детского аниматора, аниматор уже берет на себя ответственность, моет ручки деткам, то есть они это делают регулярно с каким-то промежутком времени. Все игрушки будут пересмотрены, то есть не будет больше тканевых, мягких игрушек, останутся только те игрушки, которые можно обрабатывать дезинфицирующими средствами. Естественно, все столики, да, вот все то, весь тот инвентарь, который подлежит использованию в детском клубе, он также будет достаточно часто обрабатываться, помещения будут проветриваться, детский клуб будет разделен на небольшие группы, у нас, в принципе, да, есть возрастные группы, но, конечно же, здесь будет все уже теперь с нормами социальной дистанции, то есть, опять же, столики будут стоять дальше друг от друга, ну и, конечно же, то, чем пользуются наши аниматоры, например, Аквакрим, какие-то вот мастер-классы, все это будет одноразово, то есть никаких повторных использований здесь уже, к сожалению или к счастью, не будет. Касательно всех сервисов, которые предоставлялись, они также и будут предоставляться, блендеры, детские коляски, да, вот, кстати, по детским коляскам здесь еще вопрос, но пока никто не отменял, то есть, как мы их выдавали, просто они будут проходить дезинфекцию, да, пока запрета на использование этих колясочек не было. Касательно баров, All-Inclusive работает, напитки будут так же, как работали, так и будет работать концепция, то есть, у нас остается импортный алкоголь, да, в странах, кроме Египта, у нас All-Inclusive без ограничений, единственное, что, опять же, не будет контакта с закусками или с посудой, да, то есть, вся посуда в барах, это будет одноразовая посуда, в ресторанах посуда будет обрабатываться дополнительными дезинфицирующими средствами, ну, естественно, не вредными для здоровья. Если бронировался тур еще в декабре, можно ли улучшить страховку в связи с COVID? Конечно, об этом я уже сказала. Безусловно, вы можете написать, у нас в заявочках есть в каждой заявке, тема визовый отдел, тема страхования, пожалуйста, пишите, вам просчитают доплату, сколько будет стоить повышенная страховка. Есть, как я уже сказала, да, есть страховка от невыезда, она покрывает расходы туристов на тур до самого тура, то есть на отдыхе она не работает, так как это страховка от невыезда. И второй уровень страховки – это страховка, которая у нас включает медицинские расходы на отдыхе, и вот она для COVID-19 должна быть максимальной, да, чтобы туристы никаких опасений по поводу своих дополнительных затрат не несли, и она должна быть категорией B. И возвращаемся к тем принципам работы, которые у нас в отелях будут в этом сезоне. Конечно, все, что касается территории отеля, это будет по новым стандартам. Во-первых, социальная дистанция, есть специальные маркировки, то есть даже анимация будет проходить с учетом социальной дистанции. Ни в коем случае вечернее шоу у нас не отменяется. Единственное, что в этом году мы не будем делать, это привозные шоу. К сожалению, в этом сезоне это сделать физически невозможно, так как есть моменты, да, вот с доставкой наших артистов, и, к сожалению, в этом сезоне решили, что переносим всю активность на следующий год, хотя, думаю, что вы уже, наверное, видели наши анонсы, была заявлена у нас достаточно интересная программа. То есть в этом году у нас остается все, что делается силами команд аниматоров отеля. Убираем артистов, убираем фитнес-тренеров-приезжих, да, но при этом остается фитнес-программа в отелях. Она также достаточно разнообразная с аниматорами. Это также у нас достаточно интересно и разнообразно всегда. Касательно заезда в отель, в каждом отеле в обязательном порядке. Всем, кто приходит, это касается и персонала сотрудников, и гостей отеля, каждый, кто приезжает, ему будет измеряться температура. Касательно того, что если туристы приезжают, кстати, по Турции, если кто-то смотрел наш недавний вебинар с представителями отелей Армаз, то думаю, что слышали о том, что в Турции порог 38 температура, то есть до 38 вы можете быть здоровым гражданом, то есть требований по ковиду к вам не будут выставлять именно в этой стране. Так вот, каждый турист будет проходить измерение температуры. Это может быть специальная теплорама, куда туристы проходят, либо же это бесконтактный термометр. Максимально упрощена и изолирована система регистрации в отеле, то есть будет предложена онлайн-регистрация нашим туристам, и все контакты с Guest Relations и, в принципе, менеджерами, которые работают в отеле, будут происходить через мобильное приложение. Эту информацию все туристы получат на месте, собственно, как и буклеты, в которых будет прописано, как и по какому поводу туристам нужно себя вести в условиях новых реалий. Следующий момент – это диспенсеры с санитайзерами. Конечно же, по всей территории, особенно в местах скопления людей, будут установлены дополнительные санитайзеры, плюс косметический набор в отелях, также теперь будут включать еще и антисептик. СПА-центры в турецких отелях будут ли работать? Также меняется немножко система. Касательно СПА-центров, парикмахерских и фитнес-центров, здесь будут ограничения, но работать они все же будут. Есть вопрос только с крытыми бассейнами. Их могут в этом году не открыть, но, опять же, еще точной информации мы не получили. Но СПА-центры работать будут. Единственное, что будут работать сугубо по записи и с ограниченным количеством людей. То есть, опять же, и безопасно, и комфортно. Также огромный плюс. То есть наши рекомендации, если туристы приехали первым делом и хотят попасть в отель и в СПА, первым делом им нужно записаться. Пострадают только спортсмены, но так как вся спортивная программа будет на свежем воздухе, в принципе, думаю, что больших страданий туристы наши не испытают. Касательно а-ля карт ресторанов, кстати, здесь тоже небольшие изменения. При большой загрузке отеля, когда главный ресторан не сможет выполнять меры, которые обезопасят наших туристов, то есть вокруг столика, во-первых, уменьшено количество сидящих за столиком, то есть это не более трех человек. Но, опять же, если у вас едет семья 2 плюс 2, то, естественно, ребенка или папу, маму не отсадят. То есть есть небольшие, то есть одна семья, она считается исключением. То есть если большая семья, то, конечно же, их за одним столиком посадят. Касательно, кстати, номеров рядом. То есть вот эту вот тоже историю, когда едут две семьи и хотят зачем-то дружить стенка в стенку, вот такого больше не будет, так как одна семья, и дальше по нормам безопасности должно быть расстояние минус один номер, да, то есть с одной стороны и с другой стороны должен пустовать номер, но, опять же, при сильной загрузке отеля и категории номеров могут быть в определенном крыле, да, то есть здесь могут быть небольшие, скажем так, изменения, но всегда отель будет стараться это сделать, и, к сожалению, номера рядом, это теперь услуга недоступна, поэтому примечания такие можете даже не писать. По поводу а-ля карт ресторанов, то есть если недостаточная дистанция между столами в главном ресторане, могут работать как альтернативный способ питания, а-ля карт рестораны на завтрак, обед и ужин. То есть они будут специально открыты для того, чтобы туристы находились безопасно по дистанции. Касательно другой информации, в принципе, вот как я уже сказала, как только наш хотя бы один отель уже получит сертификацию, мы, естественно, сразу опубликуем эту новость и расскажем, как же это будет на примере конкретных отелей выглядеть. Но, в принципе, вся та инфраструктура, которая, в принципе, существует в наших отелях, она направлена на максимальный индивидуальный подход к туристам, поэтому думаю, что в наших отелях эта история достаточно воплотима легко. Так, не совсем понятно, на мере рядом есть ли большая семья, два стандарта, это уже невозможно. Здесь момент такой. По Египту знаю, что уже озвучены достаточно серьезные требования по поводу номеров, но так как у нас пока нет необходимости задумываться о том, как же будут расселены наши туристы, пока мы не узнаем дату вылета в Египет, здесь мы пока не говорим об этих правилах. Но по Турции, во-первых, размещение, да, также многих интересует. Если большая семья, пять человек, мы это подтвердили, как же они будут размещены? Если отель подтвердил такое размещение в номере, туристы будут заселены. Как я уже сказала, одна семья – это исключение. Тоже касается и двух номеров рядом. Если это одна семья, то есть они находятся в постоянном контакте, конечно же, такие семьи, то есть детей отдельно от родителей, также не поселят. То есть, скажем так, правила в наших отелях без фанатизма, да, выполняются. Мы ценим безопасность, мы ценим те правила и придерживаемся их, которые выставлены государством каждой страны, но при этом есть исключения, которые также будут достаточно лояльны, но без вреда для остальных гостей отелей. Коллеги, думаю, что, в принципе, на ряд вопросов ответила. Как только мы будем владеть более актуальной информацией, мы обязательно ее будем публиковать на наших сайтах. Как я уже сказала, сегодня обновим информацию о датах открытия. И, кстати, вот тоже большой такой момент. Очень много у нас запросов на даты, которые не включены в карантин. Это вылет из 23 июня по 30 июня с просьбой озвучить, какой же сценарий действий по этим заявкам, по этим бронировкам. На данный момент, пока наше государство не озвучит четкое понимание того, что будет происходить в даты с 23 по 30 июня, то есть это даты до наших озвученных вылетов, эти заявки у нас не подлежат изменениям. То есть мы ждем официальных заявлений, официальных решений правительства, после чего предложим обязательно в каждой заявочке варианты, как можно поступить, и думаю, что найдем с каждым туристом индивидуально то решение, которое будет применимо. Скажем так, вы уже можете готовить ваших туристов, если есть те туристы, которые готовы лететь на первых рейсах. Скорее всего, мы так и будем поступать. Вот с теми туристами, которые забронированы в период с 23 июня по 30 июня, и туристы готовы лететь, они настроены на отдых, мы будем пересаживать на те первые вылеты, которые у нас доступны. Скажу оптимистичную информацию о том, что первые вылеты, первые числа июля, у нас полная загрузка бортов, поэтому туристы летят. Наши туристы очень любят, когда кто-то рекомендует. Вот думаем, что первые рейсы как раз-таки, ну, будем надеяться, что ситуация с заболеваемостью будет у нас идти вниз. Ну, вот первые туристы, которые смогут попасть на отдых долгожданный, я думаю, что сейчас каждая страна будет принимать каждого туриста максимально на VIP-уровне, поэтому думаю, что вот с первыми рейсами наши туристы проснутся, и у всех нас будет достаточно много работы. Так, вижу, что еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, и будем уже заканчивать. Так, какая предполагается схема с отелями 3-4 звезды Турции, которые забронированы и, возможно, не откроются? Как я уже сказала, каждый наш турист, он для нас важен. Естественно, отели 3-4 звезды, где номерной фонд может составлять 20 номеров, при загрузке 50% даже, да, это 10 номеров, такие отели могут не открыться. Мы к этому также готовы. И как только станет понятна ситуация по вылетам, опять же, ни один отель сейчас не может заявить, о том открывается он или нет, потому как не понимают объемы туристов, да, то есть какие рынки будут присутствовать и какой объем туристов ожидать. То есть, к сожалению, сейчас мы все находимся в той ситуации, когда нельзя точно предположить ожидаемый объем туристов. Естественно, также и наши туристы... Так, сейчас вопрос. Можете сказать, насколько реально улететь 4 июля на Кипр в отель Фаненцан в Ангелис? Ну, если бы я умела гадать на картах, я бы, наверное, вам сказала. На данный момент, повторюсь, что мы лучший вариант, да, вот с такими заявками, когда неизвестно, не трогать. То есть, естественно, если мы узнаем о том, что 4 июля будет рейс на Кипр 3 июля, и напишем вам, срочно собирайте чемоданы, а вы скажете, что туристы не готовы, никто насильно туристов не отправит, и мы сделаем максимально все возможное для того, чтобы туристы получили те даты отдыха, которые они хотят. В принципе, на данный момент Кипр у нас максимально лояльный, то есть вы можете переносить заявки на любые даты. Единственное, что как только мы поймем реальную полетную программу, да, то есть мы приостановим эту историю, да, то есть штрафы будут у нас возвращаться. То есть пока мы все забыли, что такое штраф при отмене рейса, при отмене тура, извините, будем скоро возвращаться в прежнее русло и работать по договору, да, а не по доброй, скажем так, на хороших отношениях. Поэтому в Ангелис, скажу так, что в Ангелис у нас точно откроется, вот тоже эту информацию мы получили. По Кипру некоторые отели, да, мы сейчас также пересматриваем, целесообразно ли их открывать в этом сезоне. Поэтому на данный момент в Ангелис, пожалуйста, 4 июля, можете либо перенести на позже тур, в данный момент мы это подтвердим, без доплат, можете ничего не делать, мы предложим, да, и, то есть если туристы готовы лететь в первые даты туров, мы эти заявки будем переносить на ближайшие возможные вылеты, потому рекомендация пока ничего с этими заявками не делать. Так, Турция же летит только с 1 июля, но уже известно, даже если Украина отменит карантин, туристы не смогут улететь до 1. Почему? Нет условий по переносу. Я вам озвучила эту информацию. Мы планируем этих туристов отправить на первых рейсах, да, то есть если у вас есть четкая позиция туристов о том, что они не летят в эти даты, пожалуйста, прописывайте комментарии. Единственное, что сделать что-то с этими заявками мы сможем не раньше, чем с 15.06. То есть если туристы не готовы лететь, то, пожалуйста, прописывайте, но, скажем так, обработка этих заявок будет не раньше, чем 15.06. По отелям, которые... Так, все, получили, да, ответ? Хорошо. Думаю, что на этом мы с вами закачиваем. Так, если это 4 стоит в онлайн-поиске на июле, это означает, что он уже открыт, и его можно бронировать. Как я уже сказала, многие отели еще не могут дать точную информацию о том, открыты они или нет, потому как на сегодняшний момент еще ни одна страна не полетела. Как только кто-то полетит, уже будет ясная информация, и мы с вами очень ждем этой информации, и вы, и мы также очень хотим, чтобы она была. Будет ли обязательная изоляция после возвращения в Украину? Изначально сказала, что таких данных у нас нет, рекомендаций четких, официальных мы не получали от компетентных служб Украины. То есть думаю, что все понимают, что есть такой момент, и вряд ли наших туристов будут к этому обязывать, но, к сожалению, не операторы решают, принимают такое решение. Это решение принимается на уровне Украины и на уровне тех стран, куда путешествуют наши туристы. Потому давайте следить за новостями. Как только будет у нас информация от компетентных органов, мы сразу же также о ней заявим. Так, коллеги, давайте, если у вас еще остаются вопросы, пожалуйста, пишите на почту divproducts.tui.ua. Это касается отелей, которые работают с концепциями Smart, Fun and Sun, Day and Night Connected. И если у вас есть вопросы по другим нашим отелям, пожалуйста, sales.tui.ua. Это почта, где вы сможете получить информацию и консультацию. Так, если забронированный отель не откроется, какая дальше схема по поселению. Как я уже сказала, как только отель нам даст информацию, обязательно мы даем альтернативу. Просто так дать информацию, что отель не открывается, мы не планируем. Потому, пожалуйста, следите за комментариями в заявках. Еще одна большая просьба. Комментарии по поводу, пожалуйста, пересадите на рейс утренний, пересадите на рейс вечерний. Также в данный момент не актуально, так как идет оптимизация рейсов. И боюсь, что время вылета это сейчас никто гарантировать не может. Поэтому не тратьте время, не пишите лишних комментариев. Наш отдел бронирования старается обработать их и так максимально оперативно. То есть мы планируем в ближайшее время все-таки закончить все пересадки. Поэтому, пожалуйста, по вылетам давайте, как только полетит хоть первый рейс, тогда уже будете ориентироваться на время вылета. Или, да, вот уже перед вылетом. Поэтому на данный момент комментарии по поводу времени вылета не являются актуальными. Коллеги, спасибо вам большое, спасибо за активность. Очень ждем ваших новых туристов, потому как мы готовы к работе, мы готовы предлагать и наши отели, мы готовы взаимодействовать с туристами. И скажу так, да, что вот, кстати, в отелях Smartphone & Sunday Night Connected, тоже касается отелей Tui Blue, тоже касается отелей Magic Life, Sensatori. Это те отели, с которыми, естественно, мы в первую очередь сотрудничаем. В этих отелях персонал и наша сторона, да, мы будем детально регулировать. То есть мы всегда сможем откорректировать работу отелей и сделаем действительно отдых наших туристов максимально безопасным и таким, чтобы они захотелись вернуться не просто к вам, а и в нашей концепции и путешествовать с компанией Tui в дальнейшем. Спасибо всем за внимание и хороших продаж. Думаю, что уже можно говорить и такую фразу. Спасибо.